Всем привет! Сегодня будем готовить мини-пиццы. Нежнейшее тесто, вкус детства. Начинку можно делать совершенно разную из всех продуктов, которые есть дома. Итак, подготовим тесто. Муку, я не просеивала в этот раз, но можно просеять. Добавляем соль и сахар. Сразу все вместе. Добавляем сухие дрожжи. У меня дрожжи быстродействующие. Их можно добавлять сразу в муку. Растительное масло 30 мл и молоко. Все. Сразу замешиваем тесто. Все быстро и просто. Тесто должно в тепле постоять и подойти несколько раз. Если у вас тесто немного липнет, можно добавить горстку муки. Вот так вот, совсем немного. Но это будет зависеть от муки. Кому-то хватит ровное количество муки, которую я написала. Смотрите по вашему тесту. Плюс-минус, буквально вот так вот, маленькая жменька. Это пару столовых ложек. Значит, вмешали все тесто в муку. Тесто должно чуть-чуть вот так вот тянуться к рукам. Совсем капельку. Не стоит больше добавлять муки, чтобы тесто не было забитое. Мисочку, в которой будем растаивать тесто, обязательно помыть. И что я делаю? Я беру чуть-чуть растительного масла на дно, но только не на бока стенки. Вот так. И еще, кстати, вот так вот можно смазать тесто. Вот. Буквально пол чайной ложки масла, и у вас уже ничего не липнет к рукам. Все. Так, хорошо. Все. Кладем тесто под пищевую пленку. Включайте духовку где-то на 100 градусов. Затягивайте пищевой пленкой весь судочек. И оставляем минут на 40, чтобы тесто подошло. Я вот такой вот шарик делаю, затягиваю и буду ждать. Тесто подошло. На силиконовый коврик немного растительного масла, буквально столовую ложку, и руки в масло. Теперь беру все тесто. Вот так тесто нужно обмять. Все тесто я разделила на 6 кусочков. 100 грамм один кусочек. Ну, приблизительно так у меня получается. Теперь делаем вот такие вот заготовочки. Круг такой, знаете, шарик. Значит, смотрите. Вот этот вот шарик. Внутри его растягиваем. Края оставляйте такими пухлыми, а внутри растягиваем. Так, вот так. Теперь, чтобы оно было красиво, я беру вот такую, у меня есть мороженица вот такая. И распределяю вот так вот тесто вокруг мороженицы. Тогда оно ровное. И есть углубление. Все. Теперь сюда войдет достаточно много начинки. Значит, теперь это все должно подойти. Я как делаю? На подготовленный противень с пергаментной бумагой отправляю вот такие заготовки. Когда они подойдут, мы еще раз сделаем в них углубление, потому что оно поднимется сейчас. Сейчас мы будем резать всю начиночку. Все. Вот таких шесть штучек укладываем на противень. Значит, можно на большой противень, можно в два захода делать. Для начинки я натерла сыр на мелкой терке. Я беру обычный кетчуп, который есть дома. Сюда добавляю, чтобы его разнообразить, и он был вкусный очень. Я добавляю прованские или итальянские травы. Обычный вот такой вот молотый перец. Можно смесь перцев. И то, что сделает очень такой прям неповторимый вкус, это паприка, вот такая молотая у меня домашнего приготовления. Прям целая чайная ложка. Здесь у меня 3 столовые ложки кетчупа, вот чайную ложку паприки. И немного вот такого вот чесночка гранулированного, чуть-чуть. Все, перемешиваем. И это будет такая моя заправочка, соус. Этот соус очень вкусный. Можно готовить на основе любого кетчупа. Я беру маленькие огурчики, вот такие корнишончики. И вот так вот тоненько их нарезаем. Можно использовать вместо огурцов. Маринованные грибочки, будет вкусно. Даже просто с жареными грибами тоже будет хорошо. Это такие пиццы, что сюда можно, ну, все, что угодно добавлять. И чуть-чуть кукурузки, и болгарского перца, если вы тоненько его нарежете. Тут уже, знаете, все, что есть дома, идет обычно в такие пиццы. Такие пиццы можно замораживать. Я не пробовала, но, естественно, можно. Можно взять вареную колбасу, охотничьи колбаски, просто сосиски. Можно нарезать кубиками или натирать на терке. Вот вареную колбасу, так точно можно, или сосиски натирать на терке. И так, и так можно. Тут уже что, как хотите. Главное, и нарезайте вот так вот мелко. Я уже так хочу этих пицц, что я уже прямо ощущаю их вкус во рту. Ой, все так ароматно. Кто не любит пиццу? Да, все. Но таких пицц получается очень много. И все их любят. Вы знаете, мама в детстве готовила, ну, не знали, как готовить пиццу. И готовили просто из дрожжевого теста на большой противень. У бабушки был такой старый, специально там сделанный на заводе противень. Это было толщиной теста дрожжевое, я не знаю, сантиметра по три, наверное, с боков. И туда наваливали все. Самое главное, засыпать сыром. Обычно закладывали не колбасу, сосиски, а какой-нибудь фарш. Но я вам, ребята, знаете, что я скажу? У меня ассоциация с пиццей, это вот именно вот с такой пиццей, на дрожжевом тесте. Вот такой слой дрожжевого теста, потому что я с детства помню этот вкус. И мне нравилось, и всем нравилось. Я никто другую пиццу не знал. Это потом мы уже выросли и стали умные. Так что, еще надо поспорить, какая пицца вкуснее. Значит, смотрите, я выкладываю 4 пиццы на противень, и потом 2, потому что они расходятся. Я не хочу, чтобы они прилипли друг к другу. Так, значит, смотрите, подошедшие пиццы немного вот так вот опять растягиваем. Края уже не трогайте, только серединку. Вот так вот максимально растянула, потому что они сейчас начнут подходить, когда в духовке. Все равно начнут начинку немножко выдавливать. Начинку начнет выдавливать. Итак, по чайной ложечке я добавляю соуса. Кстати, кто не хочет вот так вот делать маленькие пиццы, вы можете на противень прям все тесто раскатать. У вас получится пицца большая, прям на целый противень. Значит, количество вот этой заправки больше, чем чайную ложку на одну пиццу не добавляйте. Этого вполне достаточно. Количество сыра регулируйте сами. Я укажу, сколько я использовала приблизительно на все 6 штучек. А вы смотрите сами, тут уже дело вкуса сыра мало, много, вернее, не бывает. Не нужно слишком так заваливать начинкой, потому что, чтобы не получилось у вас так, что очень много начинки, и она даст много влаги. Я делаю вот так. Смотрите. Значит, сосиски, колбаски, охотничьи сосиски, недоеденная какая-то колбаса за неделю, все может идти вот в такие пиццы. Это очень вкусно. И может так, кстати, замораживать. Я иногда так делаю. Если у меня не доедают какую-то колбасу или сыр, и я смотрю, что уже конец недели, и оно как бы уже начинает портиться, то я убираю в морозильную камеру, а потом из этого всего размораживаю и делаю вот такие вот пиццы. Это, конечно, не стандартная классическая пицца по всем правилам. Ну, всем нравится, и с колой под хороший фильм все едят. Сверху засыпаем сыром. Количество сыра регулируйте сами. Еще. Если ваша духовка очень горит, тогда посыпайте сыром за 5 минут до готовности. Но они и так готовятся буквально 12 минут, и можно вынимать. Смотрите, какая красота. Значит, такие пиццы можно замораживать в готовом виде. Но я не замораживала никогда. Потому что нужно упаковывать каждую, заморозить начало чуть-чуть, потом упакую в пищевую пленочку, а потом опять дозамораживаю. И у меня же нет такой быстрый заморозки, знаете, вот моментальный, там, где все вкусовые качества сохранятся. Поэтому, ну, как бы я так не делала. Лучше сохранить тесто в морозильной камере, а потом сделать уже нормальную пиццу. Так, все. Ставим в разогретую духовку на 180 градусов. Красота. За пару минут до готовки вот так вот края смазываю взбитым яйцом. Ну, чтобы это уже была, знаете, такая прям столовский вариант, как я говорю. Но она будет золотистая, аппетитная. Смотрите, сразу ее хочется есть. А это матовая. Если вы будете готовить на весь противень, то краев у вас таких не будет. Поэтому и смазывать не надо. Смотрите, какие пиццы получились. Вот такие. Они еще, конечно, очень-очень горячие. Подожду, пока чуть-чуть остынут. В общем, в течение дня, в принципе, она будет нормальная. Поэтому 6 штук, по сути, это на двоих человек на весь день. Вот такая пицца внутри. Тесто прям мягусенькое, очень мягкое. Не передержите их в духовке. Минут по 12, и они готовы. Я смотрю вот по золотистому краю, чтобы уже был такой хороший золотистый край. Ароматные, вкусные, мягусенькие улетают на ура. Побалуйте себя чем-то вкусненьким и с детства. Вам понравится обязательно. Ставьте лайки, делитесь этим видео, приготовьте вкусную пиццу. Пока-пока.